Кандалакшан Сегодня они побывали на Кандалакшском лабиринте, в ущелье и на горе Волосиной. И они могут ей поделиться, зажечь всех остальных. Трехчасовое путешествие на снегоходах, организованное агентством Роконтур, это лишь малая часть того, что Кандалакшский район может предложить туристам. Наш край самобытен и уникален, поэтому на то, чтобы полноценно открыть его для себя, понадобится как минимум неделя. У нас есть свои, как говорят, фишки. Например, Кандалакшский яхт-клуб. Появление этого туристического объекта на карте города послужило толчком для развития других направлений. Парусная школа для подростков и парусная регата, где пока еще юнги смогут в будущем попробовать свои силы. Потенциал есть и он постепенно реализуется. Развивается горнолыжный спорт, осваиваются снегоходные трассы. А еще пеший и экотуризм. Первая встреча и первое знакомство с севером получилось насыщенным, эмоциональным и продуктивным. Общение необходимо продолжить. По мнению популярного авиаблогера Сергея Мартиросяна, в Кандалакше есть много того, что может заинтересовать даже очень искушенного путешественника. Ну а рассказать о прелестях Заполярья и его особенностях постараются участники экспедиции автопробега «Москва-Карелия-Кольский полуостров». Рассказать то, что люди не видят, то, что люди не знают, да, допустим, то же самое, откуда они знают вот о том, что можно приехать в Кандалакшу и проехать вот замечательную какую-то вот туристическую поездку такую вот, очень захватывающую, очень интересную. На мой взгляд, задача всей этой экспедиции, чтобы, несмотря ни на что, несмотря на всякие экономические факторы, люди начали любить страну, в которой они живут. Это самое главное, потому что если этого не будет, то зачем тогда вы здесь живете? Уже сегодня вечером команда столичных блогеров отправится дальше. Впереди у журналистов знакомство с красотами областного центра и посещение базы Северного флота. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.